Славянская культура Славянская культура Славянская культура это конечно более широкое понятие Я инструктор по Восточноевропейским народным танцам И песням То есть мастер на все руки Для Европы, восточноевропейские Русские народные, украинские народные Но чаще конечно выступаю Чем являюсь инструктором Есть в Польше на севере В городе Ольштейн такое легендарное место Как Ранчо Койрыс А, Ранчо Койрыс Куда приезжают Гости Туристические группы Из разных стран европейских И не только европейских То есть очень много гостей из Германии А также Прибалтики Больше естественно Это ваши бассейные месяцы работы, правильно? Да, я там большую часть времени Мне интересно, я знаю, что вы пишете Песни, что вы пишете музыку Какую по праву можно называть Вашей визитной карточкой Коронка Ваш козыр и рукавник Наверное легче исполнить, чем рассказать Что это за песня Ну, конечно, визитной карточкой Ну, не знаю Теперь будет это Ну, давайте Звезда упала на ладонь Луна смеялась целый вечер И повторяла все, не тронь А я шутил целую плечи Бокал шампанского кидал Тебя ко мне в мои объятья А за бокалом шел бокал Я нагляд залез под платье А за бокалом шел бокал Я нагляд залез Ах, я влюблялся в ту весну Где запах от волосы, цветы халы А я попал в твои устры Где так спокойно Как у мамы я взломал скрывая белусь Преодолев твои запреты А хочешь, я еще вернусь И расскажу свои секреты А хочешь, я к тебе вернусь И расскажу свои секреты А хочешь, я к тебе вернусь лауааааааааааааааааааааааем buckle Субтитры создавал DimaTorzok Мне хотелось бы узнать, как поляки относятся к творчеству, что больше выбирают? Есть какой-то стол заказов на мероприятиях? Наверное, я могу ответить за свой регион северо-восток Польши. Очень любят музыку фольклорную, что меня удивило. Может быть, и во всей Польше такая ситуация. Фольклор, кстати, есть такая польско-украинская группа N.A., которая начинала свой творческий путь именно с Ранчо Кори, на сцене которого я сегодня выступаю. И очень больше их любит. На сегодняшний день это самая популярная группа в Польше по количеству выступлений. Кстати, я целый тиждень живу с поляками в Карпатах, и они спевали наши песни, и они любят наши песни, украинские песни. Я не знаю, меня это приятно здобувало. Их больше заводят, наверное, такие наши группы. Червона Руто. Я серьезно. Правильно? Есть. Козак Систем. Они знают, любят. Тик. Думаю, да. Ну, а Червона Руто это уже такие более старые песни, конечно, они их знают и любят. А вот мне хотелось бы еще узнать. Где-то четверть столетия назад поляки оказались в очень такой сложной социально-политической обстановке. Удалось ли им на сегодняшний момент уже вернуться к нормальной жизни и больше позволять себе даже отдыха в музыкальном плане? То есть, насколько они расслабляются? Вы расслабляетесь, так? Не напрягаюсь. Ну, в общем, наверное, действительно, раньше более актуально была поговорка «Польша, курица не птица». Польша не за границей. Да, да. На сегодняшний день, наверное, так уже тяжело, так сказать. Я немножко не совсем понял вопрос насчет того, как расслабляются. В плане контекста цензуры на музыку, может, это все равно в базе? Да, то есть, я знаю, что поляки, они достаточно консервативные и строгие в выборе своих предпочтений. И они большую часть времени уделяют работе и тому, чтобы все было расставлено по полкам и правильно. То есть, и раньше, особенно в период сложный, социальный, у них это было очень строго. Как сейчас у них с этим? Ну, я бы не сказал, что поляки прямо такие пунктуальные, там, строго, если сравнить с немцами или с японцами. Так скажем, для нас это миф немножечко, да? Не, ну чему, чему? Ну, есть очень хорошая черта у них, они действительно трудолюбивые. И мне кажется, это основное, благодаря чему у них произошел какой-то экономический рост. Противы, то есть... Они любят, конечно, и отдохнуть хорошо, и, может быть, насорить, но они это быстро уберут. То есть, вот это их. То есть, еще и чистополотные, еще убирают за собой. Я вот только хотел сказать, они и на смитнике можете, и хотел сказать, прибрать, и вы начали в кровь у меня всю думку. Ну и, конечно же, как представителя музыкальной сферы в Польше, мне хотелось бы узнать в целом о обстановке развития музыки в Польше. То есть, как там обстоит дело с так называемым шоу-бизнесом? Очень много... Вообще, направлений разных много. И они достаточно популярные. Очень много рэпа. Ого, в Польске рэп. Да, очень много его, и очень любит молодежь. Тем не менее, популярная музыка... Ну, я уже говорил о фольклоре. О фольклоре. Кстати, с удовольствием исполню на польском языке что-нибудь. А можно в рэпах так, на польском? Да, мне даже очень приятно... Это не будет рэп, нет? Здесь, в Николаеве, в городе, в котором я большую часть жизни провел. Это не будет рэп. Так, все. Это ближе, наверное, фольклор. Так, не перемогайте, это не рэп, это не рэп, все нормально. Немного прикоснёмся к польской культуре, я бы даже сказала. А то я знаю только Дугопис, и все. И ОВЭК, Пшешно. О, бурятый, о, шагирятый, ай да тройка на меня. Оле-олей, шаба-да-ба-да, море, эй, море, шаба-да-ба-да. О, бурятый, о, шагирятый, ай да тройка на меня. О, бурятый, о, бурятый, о, бурятый, ай да тройка на меня. О, бурятый, о, шагирятый, ай да тройка на меня. О, бурятый, о, бурятый, о, бурятый, ай да тройка на меня. Парзо добры, правильно? Так и есть, парзо добры, спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, что пришли, спасибо, что заспевали, и даже дважды заспевали на польском языке. Скажите, вы думаете за нашу музыку, за нашу Украину? Как вам там живется в Польше? Такое чувство, как тоска, мне, конечно, наверное, и неизвестна. Каждый день у нас группы гостей, мы веселимся. Ну, поклонниками не назовешь, конечно, это туристические группы. Мы их веселим, танцуем, поем и сами веселимся. Мне нравится то, что я делаю. То есть времени для скуки нет абсолютно. Ну, можно так сказать. За цима повага, за те, что занимаетесь тем, что любите, правильно? А песня, я хочу сказать, до речи, за декольких слов, я там зрозумела, что про окохание, так? Там больше цыгане. Цыгане есть везде, и в том числе и в Польше, польские цыгане разговаривают на польском языке. Они отличаются как-то от наших цыган или нет? Польские ведь наши? Хотя бы просто у нас. Даже у нас цыгане отличаются между собой. Это, например, на якоре евреи. И сразу увидишь, скажем так, увидел, и ассоциируешься, идентифицируешь. Ну что ж, Дмитрий, спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. Спасибо за такое исполнение. Спасибо за ваше творчество. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!